Спортивный журналист Стив Ким, работающий на ESPN, рассказал о первых противоречиях возникших в тренировочном процессе Геннадия Головкина с новым тренером Джонатаном Бэнксом. В последнее время очень много общался с Бэнксом. Очень интересный и умный парень. Стало понятно, что он пришел работать с Головкиным на совесть, а не ради зарплаты. Он рассказал, что во время первого спарринга Головкина под его руководством Геннадий настоял на 64-минутных раунда с 30-секундным перерывом. Бэнксом стоял на 10 раундах по 3 минуты с минутным отдыхом, как в настоящем бою. Головкин выполнил. Бэнкс не верит в спарринги с дополнительными минутами в раунде, считая, что это создает неестественный темп поединка, что может мешать подготовке бойца. Казахстанский боксер Жанко Штураров прокомментировал ситуацию вокруг Геннадия Головкина и Даниэра Ильюсинова. Решение Геннадия Головкина – это сугубо его решение. Думаю, он сам знает, кого ставит в андеркарт, кого не ставить. Решение может принимать только он сам. Больше ничего сказать по этому поводу не могу, сказал Жанко Штураров на пресс-конференции. Также вчера было объявлено о том, что Жанко Штураров вернется на ринг 1 июня. После этого он также выступит в рамках Большого вечера бокса в Нур-Султане. Соперник казахстанца пока неизвестен. По сообщениям известного журналиста Майкла Бенсона, непобежденный британский боксер Билли Джо Сондерс после завоевания титула WBO должен будет провести поединок с обязательным претендентом. Президент WBO Пако Валькарсель настаивает на том, что первая защита Билли Джо Сондерса, своего титула во втором среднем весе, должна быть проведена против обязательного претендента. WBO еще не назвала имя претендента, но новый рейтинг должен выйти на этой неделе. Британский промоутер Фрэнк Уоррен, который занимается делами Тайсона Фьюри, сообщил, когда его подопечный снова выйдет на ринг против Дуанте и Уайлдера. По словам Уоррена, зрители смогут увидеть долгожданный реванш в начале следующего года. «Я на 100% уверен, что этот поединок состоится, и я полагаю, что это произойдет уже в начале следующего года. Я надеялся, что Фьюри и Уайлдер подерутся в этом году, однако у Тайсона запланирован бой на 15 июня, а Дуанте проведет поединок осенью. Очень вероятно, что после этих схваток парни выйдут друг на друга». Боксеры первого полусреднего веса Джордж Тейлор и Редис Прогрейс должны встретиться в финале всемирной боксерской суперсерии, чтобы сразиться за кубок Мохаммед Али и разыграть свои чемпионские титулы. Однако только что стало известно, что приз за победу будет куда больше. Также на кону схватки будет стоять еще один пояс – «Зе ринг». Чемпион WBA Редис Прогрейс считает, что это большая честь стать обладателем такого почетного титула. Чемпион IBF по усредним весе Эрл Спенс ответил на вопрос о потенциальном бое с Канело Альваресом. По его словам, представителям Golden Boy лучше обратиться к его советнику Элу Хейману. Чтобы организовать бой с Канело, нужны переговоры. Я не собираюсь принимать никаких первоначальных предложений. Приходите к Элу Хейману, и тогда мы сможем что-нибудь сделать. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках. Продолжение следует...